Доводилось ли вам рассуждать на тему того, как будет развиваться Барнаул в будущем? Такие попытки предпринимались не только мечтателями и фантастами, но даже властями. Хотя в итоге получалось практически одно и то же. В этом смысле городской думе и вообще городским властям, которым предстоит управлять Барнаулом в ближайшие годы, повезло. Их состав еще неизвестен, но у них уже есть конкретная программа действий с точными инфраструктурными объектами и сроками их реализации. Осталось определиться с главным. Что вообще такое Барнаул? Как он себя должен позиционировать? Но и это не за горами. Специалисты по маркетингу территории на этой неделе приступили к поискам подходящего для города бренда. Современному человеку порой не помешали бы навыки спортивного ориентирования на местности. Мы уже не привязаны намертво к одному конкретному городу. Мы торопимся туда, где пригодятся наши знания и умения. Но сориентироваться в пространстве сейчас очень трудно. Среди городов даже для жителей России кромешная тьма, которую еще только предстоит развеять. И, похоже, в этой гонке скоро появятся первые ориентиры. Города России включились в борьбу за бренды. Скоро за каждым из населенных пунктов будет закреплена дополнительная информация с четкими ориентирами для современного человека. Определившись со своими интересами, вы сможете узнать точное место, где вы хотите жить и где работать. Барнаул сейчас на распутье. Куда податься? Прямо пойдешь в историческое наследие, упрешься налево в сельское хозяйство, направо в сотрудничество с Китаем и промышленное производство. Для нас с вами, жителей города, он уникален и неповторим. Для большинства жителей планеты он безликий. И чем быстрее он обретет свое лицо, тем он ярче будет выделяться среди других. В общем, мировых брендов на всю Россию, тем не менее, пока всего три. Это, понятно, Москва, это, понятно, Петербург. Третье, наверное, недолго можно думать, чтобы догадаться, Сибирь. Иногда иностранцы, конечно, путают. Они думают, что Москва как раз и находится в Сибири. Но понимают, что Сибирь больше, чем просто город. Сибирь вообще называют лидером в России по брендированию территорий. Своё лицо уже ищут в Новосибирске, Омске, Красноярске. Барнаул не первый, кто ввязался в эту гонку, но от того наши позиции становятся только выигрышнее. Мы можем учиться на чужих ошибках. В поиске бренда администрация Барнаула доверила креативной лаборатории презентация, которая уже привлекла к этой работе русских и иностранных специалистов по маркетингу территорий. Мы должны мыслить себя не локально, где-то там в Сибири даже, а глобально. А глобально у нас может быть такая компетенция, как предоставление услуг, работ, опять же таки образовательных компетенций по работе с вот этим большим регионом Большой Алтай, где Китай, Казахстан, Монголия, может быть какие-то еще азиатские страны. Обсуждение бренда еще вовсю идет, но первые наброски уже выглядят революционно, хотя идея давно витала в воздухе. Барнаул, как ворота в Большой Алтай и даже в Азию, развивается сам по себе не первый год. Именно в таком европейском городе деловом центре для европейцев, которые тем не менее хотят налаживать контакты с азиатским миром, видят большие перспективы. Разработчики бренда даже провели опрос среди столичных бизнесменов, во время которого пытались узнать, что привлекло бы их в столицу Алтайского края. И ответы были ожидаемыми – деловые контакты с Китаем. Современная конкуренция сейчас все больше и больше определяется именно не чугунностью кулаков в битве, так сказать, титанов или карликов, а готовностью к сотрудничеству. Умеет сотрудничать, значит его победить трудно. Если не умеет сотрудничать, всегда найдется контр-кулак. Но бренд, каким бы он ни был, только чертеж – схематичное изображение Барнаула будущего. А строить надо уже сегодня и начинать с фундамента. Проект этой основы развития уже практически составлен. Называется он «Народная программа». Власти города вместе с Барнаульской общественностью работали над документом все лето и, говорят, он уже проходит последние доработки. Знаете, что важно? Вот в ощущениях каждого человека есть понимание, что мы на каком-то этапе своего развития, это даже не год, не два, а порой десятилетия, мы затормозились в своем развитии. И если мы перестанем быть эффективны и также развиваться таким инертным путем, то жизнь мы кардинально не изменим. Поэтому, мне кажется, если ту программу, которую мы для себя уже сформировали и максимально приблизились к ее объему, потому что, еще раз подчеркну, работы продолжаются по новым предложениям, и эти предложения получаем от нашего населения, и сможем их реализовать за эти ближайшие пять лет, то стыдно за свою работу ни перед кем не будет. План развития города получился, пожалуй, наиболее приземленным из всех, что писались до этого, но оттого он оказался самым реализуемым и самым необходимым. В частности, строительство и реконструкция поликлиник, школ, детских садов. Дорог четко привязаны к улицам и микрорайонам, и прописаны сроки выполнения этих работ. На самом деле, очень много предложений, которые включены в народную программу, они выполнимы. И вот 9 октября мы принимаем бюджет, и в первом чтении, я думаю, что это будет гарантом того, что народная программа будет выполнена. Впрочем, приближенность к повседневным городским потребностям не означает, что разработчики программы отказались от амбициозных проектов. Среди них, в частности, крупные автомобильные развязки, а также строительство крупных медицинских центров. Наверное, оценку отчасти вы сами дали. Вот эта программа, народная программа, которая на сегодняшний день еще активно формируется на встречах с населением города Барнаула, она интересная в том, что носит конкретный временной характер. Рассчитана на 5 лет полномочий той команды депутатов, которая придет работать в городе, менеджмента, сити-менеджера, главы администрации города Барнаула. И в конкретные сроки будут возводиться, строиться и решаться конкретные дела. Вот для меня этот формат очень понятен. Есть срок, есть задача, ее надо выполнить. В том же опросе, проведенном креативной студией презентации среди московских бизнесменов, выяснилось к тому же, что Барнаул ассоциируется с настоящими патриотами своей малой родины. Многие из тех, кто уехали в столицу, продолжают считать его лучшим городом. Вот только все свои жизненные потребности реализовать здесь они не смогли. При этом люди готовы вернуться при условии ясных перспектив. Осталось эти перспективы предоставить.